Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua. Меня зовут Александр. Перед вами смартфон-новинка от компании Asus. Asus Zenfone Max. Модель, которая уже на сегодняшний день пользуется просто огромнейшей популярностью. Не успеваем мы завозить товар на склад. Не очень прихотливо отправляют китайцы нам эти товары. Модельку очень хорошо разбирают. Сам смартфон можно считать из серии автономников, потому что аккумулятор у Asus здесь на 5000 мАч. И поэтому смартфон примерно в той же категории, как многочисленные Aukitel K6000, DOOGEE HOMETOM HT6, Aukitel K10000, K4000 PRO. То есть это модель с большим автономным емким аккумулятором на 5000 мАч. Но это Asus, это Asus, а не Aukitel, DOOGEE и так далее. Это очень многое значит. Я вам расскажу в ходе обзора о чем, в чем смысл вообще этого всего. Поставляется телефон вот в такой вот коробке. Вот так вот эта коробочка выглядит. Здесь все технические характеристики и присутствуют смартфона. Комплектация минимальная, стандартная, как для Asus. Это зарядка и USB кабель с переходничком под наши розетки. И инструкция от производителя. Больше ничего нет. Компания Asus официально вышла с рынка Украины. То есть официальных Asus в Украине больше не будет. И поэтому каждый магазин дает гарантию от себя. То есть те, кто продает, те выполняют гарантийные обязательства. Я считаю, что это одно из самых лучших решений на рынке за последнее время. Данная модель очень сбалансирована. И я просто по ходу видео обзора постараюсь вам передать ощущение и вот ту разницу Asus как полноценного устройства с обычными китайскими смартфонами с голым андроидом. Конечно же, когда мы говорим о Asus, в первую очередь это шикарнейшая прошивка, которая работает на 100%. Которая, каждый виджет, каждая программка, каждая, если это эквалайзер, то эквалайзер рабочий. Если это какие-то программы для видеосъемки, то куча прикольных виджетов, куча прикольных настроек, фильтров и так далее. То есть по прошивке это супер просто вариант. Я когда снимал обзор на Asus Zenfone 2 и так далее, и Asus Zenfone 5, это все говорил. Моделька представлена в размере 5,5 дюймов. У нас три сенсорных кнопочки, кнопочки не подсвечиваются. Дизайн в стиле Asus, вот такая вот есть рамочка. Сверху логотип Asus, датчики приближения освещения, 5-мегапиксельная камера, логотип и разговорный динамик. Сверху у нас разъем для наушников. Наушники стандартные, 3,5 мм разъем. В принципе никаких особенностей здесь нет. С этой грани ничего нет. Снизу у нас микрофон и разъем microUSB. И с этой грани у нас кнопка включения-выключения. И качелька громкости вверх-вниз. Сзади модель представлена вот в таком вот виде. Этот материал это пластик, он очень приятный на ощупь, он сделан как под кожу. Здесь мы видим логотип Asus, есть второй микрофон, есть 13-мегапиксельная камера, двойная светодиодная вспышка и лазерный автофокус. Вот это вот. Этот лазерный автофокус нам обеспечивает шикарную работу автофокуса. Смартфон может фокусироваться на изображениях. Там буквально за считанные миллисекунды до 0,2 секунд происходит фокусировка. Крышка эта снимается, аккумулятор дальше у нас не съемный, аккумулятор на 5000 мАч, напоминаю вам. Здесь у нас есть слот под карту памяти и два разъемчика для microSIM. Смартфон поддерживает 3G, 4G, 2G, все сети Украины, все отлично работает, проверено. Две SIM-карты тоже отлично работают. По сборке все супер. Все плотненько прилегает, скрипов и чего-то такого подобного нет. Эта модель не может похвастаться каким-то супер топовым железом для 2016 года. Это средненькое железо на базе процессора Snapdragon 410 с графическим ускорителем Adreno 306. Здесь пятый Android, здесь четырехъядерный процессор, 12,6 камера. Здесь 2 ГГ оперативки, 16 встроенных, можно поставить карту памяти. OTG разъем в этом смартфоне работает. Частота процессора этого составляет 1,2 ГГц. Графический ускоритель у нас работает в частоте 200-400 МГц. 5-мегапиксельная камера, фронталка. Из датчиков здесь есть датчик приближения, гироскоп, датчик освещения, магнитное поле, ориентация и векторное вращение. В принципе, больше ничего здесь нет. Прошит он у нас до вот такой вот версии. На данный момент это последняя версия, 12.8.10.56. В этой версии уже доступны обновления системы по воздуху, когда они будут выходить. Прошивка полностью переведена на русский язык. Есть куча всего интересного. Рассказывать обо всем не хочу. И это очень будет долго. Это вам нужно будет покупать этот смартфон и просто разбираться с каждой функцией. Листать его час, два, три и просто разбираться. Из того, что расскажу быстренько. Есть возможность управления одной рукой. Есть возможность управления в перчатках. Есть фильтр синего. То есть, для режима чтения. Можно выставить, допустим, обои. Обои у нас присутствуют различные. Стандартные для компании Asus. Из настроек, что мне понравилось, что меня заинтересовало. Во-первых, это мастер настройки, музыки. Здесь можно добавлять низкие частоты. И оно реально работает. И качество звука улучшается. У нас добавляются басы. И звучание в наушниках просто становится очень-очень интересным. Ну, как бы на Snapdragon звучание не может быть плохим. Это все обрабатывает процессор. Поэтому со звуком тут все отлично. Внешний звук тоже классный. Мне тоже все понравилось. Разговорный, само собой, микрофон-динамик. Ну, в таком смартфоне, такого класса не может быть по-другому. Есть темы. Темы очень интересные, очень красивые. Есть как бесплатные, так и не бесплатные. Вот их все можно пролистнуть, повыбирать, установить и так далее. Есть различные виджеты сделать позже. Поддержки различные от Asus. Режимы энергосбережения, в которых тоже нужно разбираться, смотреть, настраивать смартфон под себя. Это FM-радио, само собой. Есть вот такая вот функция лазерного автофокуса, который измеряет у нас расстояние до объекта. Замечено было, что не всегда он работает корректно. 14.7 и на коробочке спереди 9. Ну, тут как бы корректно, но полезность этой функции, если честно, не знаю, в чем смысл. Ну, вот такая функция есть. Гамму менять, можно фильтр синего поставить, более яркий режим, настройки пользовательского типа, сбалансированное изображение. То есть, можно сделать экран под, конкретно под себя настроить, сделать его, как вы хотите, более теплым, либо более холодным. Ну, и в принципе, как бы очень много интересного. Прошивка мне очень понравилась. По камере там очень много различных настроек. Вот это Asus. Это вот, когда вы берете полноценное устройство, а не просто голый Android. Как, например, Aukitel, или там DOOGEE, или там K10, K6, K6, HT6. От такого смартфона получаешь удовольствие. Ты его держишь в руках, ты пользуешься этими функциями, которые работают. Меня очень удивил эквалайзер. Я думал, что будет так же, как на аналогичных смартфонах, что вроде бы есть функция, там, какой-то улучшенный звук, но ты ее включаешь, и просто становится еще хуже. Здесь же все работает, все сделано, все прикольно. Очень нравится. Плюс все очень красиво. Экран здесь 5,5 дюймов, HD разрешение. С одной стороны, как бы вроде бы это недостаток, но с другой стороны, мы вспоминаем о том, что это автономный смартфон. Это все сделано для того, чтобы держать максимально долго зарядку, и поэтому разрешение экрана у нас не Full HD, а просто HD. Этого достаточно для данной модели. С производительностью здесь никаких проблем. Snapdragon 410 – это обновленный процессор Snapdragon 400, только 64-битный, тот, который поддерживает уже новые Android 5-й версии и выше. И с производительностью я не заметил никаких проблем. Как раз сейчас послушаем и звучание смартфона. Ну и так, как он будет справляться с асфальтом 8. В общем, вы видели по игре, что данный процессор довольно-таки мощный, и никаких проблем у вас с воспроизведением игр просто-напросто не будет. GPS у нас здесь классный, потому что, опять же, Snapdragon процессор. Вообще, очень многое зависит от процессора. Все-таки MTK процессора – это бюджетная процессора, и Snapdragon платформа Qualcomm, она гораздо лучше и интереснее. Данная модель поддерживает у нас GLONASS спутники. Спутники ловят очень быстро. GLONASS спутники тоже ловят и фиксируют их. Поэтому с GPS-ом все будет супер. Теперь, отдельная история, отдельная тема – это аккумулятор этого смартфона. Всем известно, что Asus выпускал такие модели, как Asus Zenfone 5, Asus Zenfone 2. У Asus Zenfone 5 вообще с аккумулятором было очень все печально. Очень слабенький аккумулятор был. А вот у Asus Zenfone 2 у него было получше, но, как бы, тоже не фонтан, можно так сказать. С выпуском Asus Zenfone Max компания просто порвала все стереотипы. И порвала она их в хорошем смысле слова. И порвала она их не просто, представив большую цифру, потому что 5000, как бы, в принципе, это цифра среднего уровня. Есть и 6, есть чуть меньше, там, 4,6 тысяч, есть 5,2 тысяч. Ну и есть уже такая модель, как Aukitel K10000. Там, конечно, немножко другого формата смартфон. Там 10-тысячный аккумулятор. Здесь компания представила средненький аккумулятор, но то, как он работает, ребята, это нужно смотреть. В Antutu тестере данная модель у меня показала 18163 балла. Объясняю вам, что это такое. Да, это не больше, чем Aukitel K10000. Там 24 тысячи смартфон показал. Но вот эти вот конкуренты ближайшие, Aukitel K6000 и DOOGY HT6, у которых 6 и 6250, они показывают 14 тысяч. То есть, благодаря прошивке, благодаря запиленности этого всего софта под железо, даже несмотря на то, что здесь Snapdragon-овский процессор, Qualcomm-овский, данная модель держит, ну, просто шикарно батарейку. И уже даже в этом параметре, с меньшим показателем аккумулятора, эта модель превосходит ближайших конкурентов. Вот такие дела. Камера здесь еще одно очень сильное место. Компания сделала действительно классный смартфон по всем параметрам. Начнем с того, что здесь есть куча прикольных различных фильтров настроек, которые естественны для компании Asus. Здесь есть вот такие вот интересные настроечки. На 13-мегапиксельное разрешение можно поставить камеры, выставить высокое разрешение, качество изображения можно поставить, качество видео Full HD, можно поставить стабилизацию, качество видео можно выбрать, качество либо производительность. У меня стоит все на максимум. Что я могу сказать по камере? Однозначно, опять же, в своем классе эта модель просто лидер. Здесь шикарный зум, здесь шикарный лазерный автофокус. Фотографии получаются просто шикарные. Макросъемка, ручной режим автофокуса, видео записывается в формате Full HD до такого качества, что я, честно, был впечатлен. Это лучший автономник среди всех, которые я знаю, в первую очередь по камере. Зуммирование просто шикарное. Не знаю, это нужно просто... Я делал уже много фотографий, и я их залью на обменники. Вы сможете это все прекрасно сами посмотреть, какого качества. Вот вам макросъемка. Буквально фотография сделана там с какого-то расстояния нескольких сантиметров. Все благодаря качественному автофокусу. Ну, качество мне очень нравится. Действительно, делают очень классные фотографии, как для... Как для смартфона автономного. В принципе, все, все, что я хотел, я вам рассказал. Теперь давайте я подведу итог. Данная модель изначально вышла на рынок Китая немножко дороже, чем их конкуренты. Примерно долларов на 20, а то и 30. Сейчас цена этого смартфона несколько снизилась. И она уже пришла... Ну, то есть, данная моделька стоит примерно на 10-15 долларов дороже, чем у Кителка 6000 и Дуги Хомтом Ашти 6. Но моделька, в принципе, еще есть куда дешеветь. Я думаю, Asus постарается и сделает цену еще более интересной. Я считаю, что среди автономников, среди своей категории, вот по цене где-то 4200 гривен до такой цены, это лучший смартфон вообще какой-либо можно придумать. И теперь я просто-напросто понимаю, почему люди так вот выбирают именно Asus и хотят покупать именно Asus. Потому что действительно здесь есть за что платить. Данная модель лучше во всем. Это Asus. Имя более звучное. Это классный дизайн. Это аккумулятор, который держит дольше. Это супер крутая камера, как для бюджетного смартфона автономного. Это классная прошивка с кучей официальных виджетов, с кучей интересных фишек, которые действительно работают. Это Snapdragon процессор, который поддерживает вам классный, мощный, быстрый GPS с поддержкой еще клона. На этом буду заканчивать. Подписываемся на канал, ставим лайки, задавайте вопросы. Прошивка обновляется. Все отлично. Все работает у нас. Заходите к нам в интернет-магазин, покупайте Asus Zenfone Max. На этом все. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok